Интер-ТВ приветствует вас в эфире новости и вот что мы расскажем сегодня. Загадочные документы их накануне привез в Первоуральск замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев. Будет ли отставка мэра? Крепкие и сильные молодые и несудимые в городской полиции озвучивают требования к потенциальным сотрудникам. В Петров день православные верующие завершили пост и отметили престольный праздник храма святых Петра и Павла. Также расскажем о ДТП с участием подростка и озвучим топ-10 основных причин, по которым увольняют сотрудников. А сейчас подробности. Отставка главы Первоуральска должна состояться в ближайшее время, в этом уверены представители Единой России. Накануне они ожидали важный документ, который привез замглавы администрации губернатора области Вадим Дубичев. Часть Первоуральских депутатов уверены, теперь мэр уйдет. И он действительно уйдет уже в понедельник. Правда, не в отставку, а в отпуск. Но перед тем, как отправиться отдыхать, Юрий Переверзев провел пресс-конференцию и ответил на все вопросы журналистов. Подробнее Алексей Николаев. Сообщение о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев вот-вот попросит городскую думу рассмотреть вопрос об отставке Юрия Переверзева, приходит с завидной регулярностью. Вот и вчера средства массовой информации распространили новость о том, что в Первоуральск едет человек из администрации губернатора с пакетом документов. По той информации, которая есть, была представлена якобы бумага перед депутатами, но никому она показана не было, о том, что вот есть какая-то бумага, подписанная губернатором. Единственное, что я знаю, о какой бумаге идет речь, и ту, которую я знаю, это согласование моего очередного отпуска. Больше никаких бумаг я не знаю, их и быть не может. Спонтанное заседание фракции «Единая Россия» состоялось в заводоуправлении ПНТЗ. Однако, никаких оснований для недоверия Юрию Переверзеву у губернатора нет. Все, что поименовано в соответствующей статье в 131-м федеральном законе, таких оснований нет. Все остальные основания, то есть мы понимаем, что этого хочет один человек. Есть такой господин Комаров, это главный акционер группы ЧТПЗ. Все. Конфликт продолжается. Кроме того, Юрий Переверзев официально сообщил, что подписал изменение в устав города. Сити-менеджеру быть, но назначенец сможет занять свой пост только после окончания срока работы действующего мэра. В течение 15 дней я должен направить подписанные изменения в устав в Минюст для регистрации. После регистрации в Минюсте решение Первой городской думы об изменениях в устав должно быть опубликовано вот в этом вот думском вестнике. И только с этого момента оно вступает в законную силу. Напомню, что Юрий Переверзев выбран народным голосованием и срок его полномочий окончится только в марте 2015 года. Много вопросов от журналистов поступило и о летних ремонтных работах в Первоуральске. Прежде всего, это дороги. Сейчас ведется ремонт 32 внутриквартальных проездов, еще 11 будет отремонтировано в поселках. А вот к тротуарам не прикасались с 90-х годов прошлого века. Все, что касается тротуаров, мы уже продолжаем вот ту политику, которую начали в 2011 году. Также ведется активный ремонт тротуаров, чего, прошу заметить, не было с 90-х годов в городском округе Первоуральск, непосредственно в городе. Хочу отметить, что также будут отремонтированы внутриквартальные дороги в поселках. В этом году мы идем в поселки, в частности, Новоуткинск, Белембай. Излюбленное место прогулок Первоуральцев – это аллея от ДК ПНТЗ к пруду. Здесь ремонт обещают окончить ко дню города, то есть к 20 июля. О строительстве на данном участке рассказал Андрей Рожков, заместитель главы по благоустройствам. Там будет построено кафе. Здесь, где вы говорите, на пересечении Советского, где стоит павильон и палатка, там никакого строительства не будет. Вот, вероятнее всего, по проекту там будет установлен пункт у милиции, который будет заниматься обслуживанием аллеи, как говорится. Что касается здания, здания, которое сейчас, там идет капитальный ремонт, то, видимо, там появился новый собственник, и, в свое время, они его ремонтируют. Не остался без внимания и вопрос о нашумевшей истории с независимостью Билимбая. Произошло обращение в ТИК, да, инициативной группы под названием Билимбаевцы. У меня всегда очень большое, вот, кто такие вообще Билимбаевцы там? Это вот несколько человек, Гильден Мастер, там еще несколько человек, которые себя гордо именуют Билимбаевцами. Мы сейчас знаем, что достаточно инициативной группы в 10 человек, чтобы инициировать референдум. Глава Первоуральска подчеркивает, если Билимбай получит независимость, то он однозначно будет дотационным субъектом. Даже в советские времена, когда здесь работало много промышленных предприятий, он датировался извне. Кроме того, возникает вопрос, где проводить референдум? В Билимбае, где проживает около 5000 человек, или в городском округе Первоуральск населением 150 тысяч? В завершение пресс-конференции журналисты интересуются общим настроем сотрудников администрации и степенью их профессионализма. На мой взгляд, команда стабилизировалась. Я не имею никаких планов, чтобы менять кого-то в силу того, что плохо, хорошо работает и так далее. Поэтому мы настроены на реализацию всех тех программ, которые намечены непосредственно в городском округе Первоуральск. Мы настроены на реализацию указов президента и думаю, что мы со всеми задачами справимся, с текущими задачами справляемся. Поэтому команда работает и достаточно все стабильно. Перед уходом в отпуск глава Первоуральска поздравил всех с наступающими праздниками, Днем города и Днем Металлурга. Их мы будем отмечать 20 и 21 июля. Алексей Николаев, Владимир Махмутов, Интернет-ТВ Серьезную травму получила 12-летняя жительница Первоуральска. Она пострадала на пешеходном переходе. В районе площади на несовершеннолетнюю наехал автомобиль. Пострадавшую с места ДТП доставили в городскую больницу, где оказали первую медицинскую помощь. На улице Ватутина, 39, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-велосипедиста. Водитель автомашины ВАЗ-2105 при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на ребенка, управлявшего велосипедом. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка 2001 года рождения была госпитализирована с переломом костей левой голени. Со слов водителя, он при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу снизил скорость, пропустил пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автотранспорта. На девочку, которая выехала на нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде, он внимания не обратил в результате чего был совершен на нее наезд. Хотелось бы обратиться к родителям несовершеннолетних и, в принципе, ко всем взрослым. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде необходимо слезть с велосипеда и перейти проезжую часть дороги в качестве пешехода. Так как, как показывает практика, водители не могут вовремя среагировать на внезапно появившихся велосипедистов на проезжей части дороги. Безопасность на дороге – задача номер один. В связи с этим сотрудники ГИБДД начали очередную профилактическую акцию. В период с 12 по 14 июля они будут выявлять и отстранять от управления автомобилем пьяных водителей. Операцию не зря проводят в выходные дни, именно в это время некоторые предпочитают расслабиться, употребить спиртное и сесть за руль. Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем водителям. Употребление алкоголя даже в небольших дозах и управление транспортом несовместимы. Необдуманный поступок может привести к трагическим последствиям. Отслужил, не судим, физически развит, кроме того, здоров и молод. Если вы соответствуете этим требованиям, то идите в полицию. Вас там ждут в качестве добросовестных сотрудников. Таких уважают и поощряют. Сейчас в городском ОМВД открыты вакансии. Кого именно и на каких условиях приглашают на службу, знает наш корреспондент Александра Поддубная. Место работы ты не поменял? Нет. Телефон тоже не поменял, да? Телефон тоже не поменял. Все по-старому, да? Все по-старому, все наладилось. Жизнь и вправду начинает налаживаться. Андрей пытается исправляться. Говорит, что хоть и обязан отмечаться здесь каждый месяц, но делает это в хорошем настроении. Даже шутит о своих подвигах. Я неправильно дороги перехожу всегда. Я не понимаю цвета. И всегда перехожу на красный почему-то. А надо на зеленый, говорят. Вот если бы фонари поменяли, я бы не нарушал правила. Исправиться можно, если под присмотром внимательного специалиста. Девушки из инспекции по надзору знают о своих подопечных все. Где живет, где работает, нет ли проблем. У Екатерины 77 таких пациентов. Спрашиваем состояние здоровья, как по здоровью, чем занимается. Есть ли какие-то вопросы, проблемы. Там если какие-то есть проблемы, то решаем. Если нет проблем, то до следующей отметки. Инспекция по административному надзору входит в состав участковой службы. Кроме контроля за теми, кто совершал правонарушения, у участковой и другие обязанности. Хрупкая девушка Марина о своей работе рассказывает скромно. Хотя в этом году ее уже наградили премией. Также работаем как мужчины. Мы же выезжаем на все, и на трупы, и на драки, и на кражи. Везде выезжаем, по квартирам, ходим с людьми, общаемся. Не бояться ни трупов, ни драк, ни разбоев. За шесть лет службы уже ни одна ситуация не страшна. Из 37 участковых 10 – это девушки. Коллектив дружный. Если нужно ехать на задержание, мужчины всегда выручают. Никто в помощи не отказывает. Поэтому об атмосфере в коллективе говорят кратко и официально. Издержки профессии. Коллектив у нас очень хороший. Мне нравится. Добросовестную работу здесь обязательно поощряют. За полгода 8 сотрудников получили денежные премии. Отдельное вознаграждение при раскрытии серьезных преступлений. Бывает и материальном плане, и бывает какой-то подарок, цены. Бывает, что на имя начальника приходят благодарственные письма. То есть поощрить правами начальника того или другого участкового, начальник объявляет благодарность за это. Однако по штату предполагается 40 участковых. Сейчас полиции работает только 37. Поэтому Первоуральское отдело МВД приглашает всех желающих. Приглашаем всех желающих по вопросам обращаться в отделение кадров отдела в Атутино, 21, по телефону 27 05 45, 27 05 15 и 27 04 05. Александра Поддубнова, Чернаусов, Интера ТВ. А вот за что увольняют сотрудников выяснило известное рекрутинговое агентство. Оно провело исследование и составило топ-10 ошибок, которые могут стоить работы. Итак, в Свердловской области рейтинг причин увольнений такой. Первое место – перепалка с начальником. Второе – поиск новой работы на рабочем месте. Третье – помощь в сокрытии ошибки, допущенной коллегой. Четвертое место – доверие коллегам своих планов на будущее. И пятое – появление на работе в нетрезвом виде. Далее по порядку идут. Взятие вины коллеги на себя, святнее начальство, неадекватное поведение на корпоративе, осваивание бюджетов компании и замыкают десятку причин интимные отношения с начальником. Наши корреспонденты, в свою очередь, поинтересовались у горожан, какие, по их мнению, основные причины увольнений в Первоуральске. За неисполнение. За опоздание. За прогулы, за пьянку. Ну, запировал человека, вот и уволили. Ну, я думаю, за неправильное поведение на рабочем месте. Облепил всю офисную утварь, стикерами полностью и тюрка уволили. Православные верующие отмечают сегодня Петро в день. Он знаменует окончание одноименного поста и является престольным праздником Первоуральского храма святых апостолов Петра и Павла. В честь знаменательного события прихожане принимали высокого гостя, митрополита Екатеринбуржского и Верхотурского Кирилла. Православные верят. Частица Божественной Благодати передается с благословения митрополита. Владыка Екатеринбургский и Верхотурский сперва уделяют внимание прихожанам, а затем сам прикладывается к святым иконам. Сегодня в храме Петра и Павла большой праздник. С самого утра здесь полно народу. Верующие приходят за благословением, ведь службу проводит сам митрополит. На первый взгляд паства довольно преклонного возраста, но на пороге храма и молодые люди. Интервью излишне, не стоит отвлекать от таинства молитвы. Другие приходят сюда из интереса, а кто-то оберегает семейные традиции. К примеру, Олины предки из Белоруссии, поэтому в их семье очень крепка православная вера. Оля здесь часто бывает с бабушкой Шурой или с бабушкой Женей. Когда всякие там праздники, или когда просто воскресенье или суббота. Здесь много малышей, приходят даже с колясками. Годовалые ребятишки вместе со взрослыми стоят в службу. Старшая сестра Алена присматривает за братьями Дима и Федей. Семья Кащеевых специально приезжает в Первоуральский храм из Екатеринбурга, потому что место особое. Сегодня еще и повод особый – престольный праздник. Мне кажется, что вот этот храм Петра и Павла в Первоуральске, он такой самый колоритный, что ли, очень здесь нравится мне. Несмотря на то, что он был построен не так давно, по-моему, лет 20, наверное, назад, но он такой вот действительно намоленный наравне со старинными храмами нашей области. Вот, поэтому решили помолиться сегодня, с детьми пришли. Алена рассказывает, что ее пятилетний брат всегда читает молитву перед трапезой. Кстати, она у православных тоже особая – нельзя мясное и молочное. Ведь с 1 июля был Петров пост. Сегодня верующий отметит и его окончание. Семьей в Графовых мясного старались не есть. Четверть старших ребят и родители держались отлично, но для некоторых все же были послабления. Мясо они не ели, старались. Ну, только маленькому, конечно, мы давали. А кто постарше, они старались по мере сил и возможностей. Сейчас на пороге храма Владимир признается, Большой престольный праздник – это нечто особое для верующего. И свои чувства ему описать сложно. Что я чувствую в человеке в Большой праздник? Подъем духовный, конечно. Торжество закончилось крестным ходом и праздничной трапезой. На центральном стадионе будут бросать палки и выбивать чурки. Завтра там пройдут соревнования по городушному спорту. Состязаться в меткости будут в основном первоуральские спортсмены, ожидаются и гости из других городов. Стоит отметить, в соревнованиях примут участие и спортсмены-любители с ограниченными возможностями здоровья. Турнир памяти Крапивина будет проходить. Будут принимать участие и из Екатеринбурга городошники, и наши ветераны, и мастера, и кандидаты. Будет очень интересно, игра очень увлекательная. И вообще-то приглашаем всех желающих заниматься этим видом спорта. А им можно заниматься от 10 до 90. Желательно, чтобы этот спорт прогрессировал. Надо хотя бы один урок физкультуры в школах посвятить вот этому виду спорта. Такие новости на сегодня, их можете сообщать и вы по телефону 29 10 55. Смотрите нас в течение дня. С вами была Надежда Титаренко. Всего хорошего. Субтитры предоставил DimaTorzok